итак дорогие наши подписчики портала питер татар я катифа ганединова с вами сегодня проведу интересный час с экспертом которого мы ожидаем в прямом эфире сегодня к двум часам и как вы видели из наших анонсов у нас уникальный гость и хотелось бы пока мы его ожидаем ждем представить абдул ахет ниязов и так это президент россии европейского мусульманского форума президент исламского культурного центра россии и председатель полицовета евразийская партия союз патриотов россии в общем все остальное я уже представлю когда он к нам присоединиться а сейчас я немножечко расскажу где я нахожусь и что это за культовое место культовое место и для санкт-петербурга для его истории и для нас конечно же кто живет здесь и в целом для бунта говорить нашего мирового сообщества потому что как вы примечаете здесь солнышко играет и она шалит и вот я постараюсь показать вот так вот видите что там на нашем экране как раз таки мы в афише о нашем гости давали такую же картиночку как вы приметили туда знаменательный крейсер который принимал участие крейсер аврора как в первой мировой войне так и он из него прозвучал холостой выстрел и явился сигналом к началу штурма зимнего дворца в общем да крейсер аврора стал одним из главных символов октябрьской революции настроение у меня конечно такое не это чтобы революционная а наоборот трепетно такой вдохновляющий потому что мы сегодня планируем говорить оба нашим с нашим гостем об интересных глобальных вещах и так абдул-вахет с нами я собственно его приветствую и ждем его в эфире так присоединяйтесь пожалуйста к нам отлично приветствую вас уважаемый абдул-вахет как слышно нас и слушатели питера питер татар все вроде слышно хорошо отлично мы вас тоже хорошо слышим и давайте друг друга поприветствуем приветствуем салам алейкум рахматуллах катифаханун приветствую всех слушателей и зрителей питер татар очень приятно для меня питер это больше чем просто географическая точка это один из моих любимых городов поэтому я вот с удовольствием согласился дать вам интервью ну что ж я со своей стороны хочу представить вас нашим уважаемого гостя рассказать немножечко о вас нашим тоже подписчикам и зрителям и начну и так абдул-вахет не язов президент европейского мусульманского форума президент исламского культурного центра россии председатель полицовета евразийская партия союз патриотов россии депутат государственной думы федерального собрания российской федерации третьего созыва и соответственно вы были заместителем председателя комитета по регламенту и организации работы государственной думы в алейкум а салам архматуллах его ракетуху уважаемый абдул-вахет не язов и так начну с того что вот вы способны своей вот этой созидательной силой когда возглавляли тот же европейскую партию россии собрать в более чем в 50 субъектов россии будем так говорить единомышленников куда входили как и рифах до организация также и православное единство конгресс буддийских народов патриоты петербурга и вообще насчитывала ваше вот это вот движение более 5000 человек вот я хочу понять это вот наша такая генетики в нашем днк татарском пассионарность умение собирать вокруг себя единомышленников и достаточно так вот на культурологической основе двигаться вперед от идеи к действиям вот как это у вас складывалось поделитесь пожалуйста опытом что вас вдохновляло кто рядом с вами был и какая основная идея была и какая сегодня идея для вас генеральной является для как раз таки европейского мусульманского форума спасибо но на самом деле вы много регалий перечислили это как бы такая ретроспектива моей некой деятельности за эти там 20 лет больше если говорить об исламском культурном центре россии ну так или иначе я связал свою жизнь с развитием мусульманского сообщества нашей страны и значительную часть ум мы российской составляют именно наши земляки татары и поэтому как бы вся моя жизнь она связана с нашим татарским сообществом нашим мусульманским движением и мне особенно приятно что если говорить каких-то корнях о генах что в начале прошлого века более чем 100 лет назад именно один из моих предков родственников прошит козы ибрагимов был фактически одним из создателей союза мусульман россии движение которое значит объединяла мусульман тогда российской империи и которая добилась существования во всех четырех дореволюционных думах мусульманской фракции причем значит во второй думе это было аж 37 депутатов российской империи и это была значительная такая самостоятельная сила с которой вы ну вынуждены были считаться и царская власть и весь ландшафт политический тогдашняя российская империя и вот 90-х годах начале 90-х годах мы возродили это движение союза мусульман россии и через это движение впервые в государственную думу россии попал мусульманин именно позиционирующий себя депутат как мусульманин не просто там соблюдающий а именно как представитель мусульманского сообщества россии это был мой друг и коллега на держа хачилаев вот это была вторая дума ну а в третью думу мы уже прошли целой группой от движения рифах которые мы специально назвали позиционируясь как ученики тех людей кто многого достиг уже соседней нашей турецкой республики во главе с выдающимся политическим деятельным нажмагином арбаканом и кстати это движение многие наверное не знают было одним из семи учредителей движения единая россия которая в дальнейшем стала партии единства вот так что мусульманское движение рифах был одним из родоначальников современной партии власти вот есть такое историческое значит такие исторические реалии об этом сегодня мало кто помнит но в свое время именно так оно и было вот ну и сейчас действительно я полностью за ним посвятил себя такому очень важному проекту европейского мусульманского форума уже больше полутора лет я возглавляю эту организацию которая является такой общеевропейской платформой объединяющий мусульман всей европу от атлантики до урала а на этих просторах включая турцию россию пожелать 170 миллионов наших единоверцев и в том числе порядка где-то шести с половиной 7 миллионов татарского населения где-то полтора миллиона около двух миллионов башкирского населения то есть это такая большая часть значит евразийского континента именно себя телу в европе вот континентальной где проживает большая часть нашего татаро-башкирского населения вот хотя я сам являюсь сибирским татарином но так получилось что возглавляю сегодня европейский мусульманский форум штаб-квартира у нас в барселоне но исполнительный комитет и исполнительный офис у нас сегодня находится в брюсселе вот и кроме того у нас есть представительство и в стамбуле и в москве и лондоне вот и кстати петербург мы рассматриваем как одна из точек такой активности точек значит общения с большой многомиллионной европейской российской уммы вот и петербург занимает одной из ведущих передовых позиций в плане развития мусульманского сообщества и если говорить только о городе о санкт-петербурге проживает официально более 700 тысяч мусульманского населения то петербург занимает получается шестую позицию среди регионов россии по мусульманскому населению так отлично собственно здесь такой глобально такая ремарка объемы еще больше расширились и для меня вот как раз таки логичным было задать тот вопрос который я сегодня вот в преддверии нашего диалога обозначил такие до тезисы вектор и вот собственно как вот многие и в научном сообществе этом политологи социологи говорят о том что вот сейчас с учетом даже вот этого периода коронавируса вот наметились и глобальные тренды вот и пятерка эти глобальных трендов угроз современному человеку они мне описаны но вот одна из них является такой ренессанс религиозного национального фундаментализма вот собственно к этому аспекту наиболее при пристальное чувствительное внимание и настолько ли она прям такая реальная опасная или это все-таки шум который создается благодаря средствам массы информации и в целом все что когда мы начинаем вбивать там в поисковиках ислам и мусульмане все первоначально приобретает несозидательный характер хотя мы как бы собственно кто в курсе тот понимает все ее в том числе и пассионарную да вот эту вот генетику в исламе вот что вы можете сказать по поводу будем ориентироваться на какие-то клише и жуклы которые часто значит пытаются которыми часто пытаются эвальвировать ту позицию нашей религию которая занимает уже в современном мире безусловно значение ислама для человечества ближайшие годы будет только расти ну а в дальносрочной перспективе тут я как верующий мусульмане убежден что вообще будущее человечества за религией истины если говорить о том что влияние и роль религии вообще традиционных ценностей если перефразировать такой проект как фундаментализм как бы в первую очередь конечно это очевидная вещь и я как человек уже достаточно не молодой понимаю что вот если анализировать как развивается человечество конечно роли религии традиционных ценностей ислама особенно она возрастает везде не только там европе в россии я достаточно много вижу по миру пандемии посчитал я был в 117 странах причем неоднократно обезжал тоже просто там столицу посещала ездил по регионам во многих странах российских операций из 85 субъектов я побывал восьми татрастане я был раз там 30 наверно в дагестане 1 80 наверно не только казани махачкала до моего понимания и конечно же я могу просто ответственно сказать что и религиозность и традиционные ценности за последние там 30-40 лет безусловно их значение возросло это такой ренессант религиозности идет несмотря на то что мы видим постмодернистское общество не модернистское вернее пост индустриальное но если говорить об исламе то самая быстро растущая религия сегодня в мире в целом и практически во всех без исключения странах мира это ислам будь то там америка неважно южная северная латинская там африка тоже северная арабская южная там черная африка европа или восточная азия тоже вся там передняя ближний восток южная юго-восточная восточная самая быстро растущая религия сегодня это ислам и влияние ислама и не только религиозную жизнь вообще на общественную жизнь на поле культурную сферу практически везде возрастает и в самих мусульманских странах и за пределами мусульманского мира тех странах где мусульмане составляют там большинство даже если и незначительные и это конечно нас как людей верующих и мусульман не может не радовать хотя конечно это в общем-то накладывает определенную ответственность потому что сегодня мума несет большую ответственность за судьбу мира в целом понятно что сегодня в экономике может быть принятие политических решений каких-то инновационных вещах мы еще достаточно встаем и представлены не пропорционально это факт к сожалению но то что эта ситуация меняется и меняется значит пользу значит и справедливости и рациональности и пользу нашей религии и нашего сообщества это факт вот и мы здесь как татарская нация конечно же имеем возможность сохраниться как нация хотя я думаю язык наверное во многом будет утерян к сожалению вот но это такие реалии да даже не столько российской действительности сколько это вообще глобализма да вот именно религия поможет нам сохранить и есть тому пример тех же вот татар литвы белоруссии и польши которые уже достаточно давно у теряли свой язык значит они говорят там соответственно там литовском русском польском языке у них домашний язык уже лет двести под польский был но сохранив религию они сохранили свою национальную идентичность сохранили свои традиции и сохранились вообще как нация и и сегодня пусть они достаточно немногочисленные но очень уважаемые и достаточно влиятельная значит часть населения соответственно этих трех стран польши литвы и белоруссии поэтому для сохранения нации нашей катайской все-таки переводь первоочередное это сохранение наших религиозных корней в данном случае славский потому что ислам сделать нацию и большому счету ислам нас и сохранили и мы можем видеть пример тех же соседних иногорских народов и тюркских народов которые не будучи мусульманами практически подверглись там ассимиляции сегодня ну там их не культура она только на сказать на уровне неких этнографических таких вот особенностей национальных республиках и сегодня язык практически утерянного всех этих республиках и национальная культура она как просто некая такая этнографическая такая самобытность некий такой туристический так сказать но она ниже практически эта культура уже сегодня нету к сожалению да еще раз говорю вот и здесь вот эти два примера то что помогло сохраниться татарской нации отличие от наших многонациональных соседей по значит бога уральскому региону и сибирскому региону и то что стало с немногочисленной но сохраняющейся религией значит группа этническая беларусь и польша показывает что все татарской нации ну наверно как для любой другой нации и религии это основа татар основа нашего самосохранения развития это именно ислам вот сегодня семейный конгресс татар руководство татарстана много делает значит формирование такого значит видение будущего татарской нации проходили различные слушания что как вообще может и должна развиваться наша нация так далее и кстати даже такие апологеты светскости вынуждены были констатировать что без ислама наша нация во-первых и не могла бы сформироваться во вторых и не могла бы сохраниться и в третьих у нее просто нет будущего поэтому чем мы четче и последовательнее будем его старые возрождать и развивать нашу исламскую идентичность нашу мусульманскую культуру и целостность тем больше значит гарантии того что у нашей нации есть будет не просто есть будущее а будет достаточно серьезное будущее и которая даст нам возможность добиваться каких-то горизонтов будь то области культуры образования экономики и так далее если же этого не будет то кто будет называть культуру для кого она будет имеем примеры когда нация перестает существовать фактически и все культурное наследие экономика просто становится таким архивом и экономика просто для кого она будет для некого населения без памятного и такого серого нет же мы не хотим такого будущего для нашей страны для нашей нации поэтому сохранить религию усилия наша идентичность мусульманскую мы действительно тогда понимаем что все эти экономические культурные достижения они будут развиваться и будут для кого вот это такая моя позиция я надеюсь действительно наша нация она имеет хорошие перспективы хотя должны констатировать что уже с середины 90 годов татарская единственная нация которая стареет из мусульманск даже у башки есть небольшой прирост населения про все остальные мусульманские нации можно быть спокойно плане демографии она одна из самых лучших но вот единственная стареющая нация из в огромном полутора миллиарда мусульманском сообществе это татар это конечно очень большое решение и здесь надо всем нам тоже задуматься потому что ну как бы рост благосостояния и любезно ренессанс это все хорошо но если демография у нас будет на минусе то там и ассимиляции там никакой не надо нации будет сокращаться уменьшаться и со всеми вытекающими из этого последствия вот если татарстане в самом как из субъекте наметился небольшой рост демографический то к сожалению в целом если говорить о татарской нации татарстане пожелать это большинство из нашей национальной составляющей причем такое значительное большинство да допал об этом надо очень серьезно задуматься это такая проблема демографии которые сегодня здесь сожалению первые с конца да вы меня конечно шеломили это вот этой справочной информации благодарим вас за такой экспертный анализ тогда вот свете того что вы обозначили а какие возможны шаги какие действия для того чтобы ну как бы собственно повернуть спять да вот русло и произошли если мы будем заниматься возрождением нашей религии то основа религии основа ислама это семья это тот фундамент вообще на котором строится наше развитие умы без крепкой многочисленной семьи невозможно и поэтому здесь конечно же то что сегодня мы видим тенденции что молодежь в общем-то мусульманская молодежь не против несмотря на экономические сложности и так далее значит заводить детей это много внимания значит воспитание детей это очень хорошо и вот смотрите практически во всех таких крупных общинах мусульманских и петербург не исключение сейчас много различных программ направленных на развитие именно детей формирование понимания людей у детей и любые массовые мероприятия будь то так сказать вот эти национально наши сабантуи который чем больше из каких-то таких постсоветских соберух и пьян которые они были до 80-х начале 90-х сожалению сегодня это все больше и больше преобразуются такой фестиваль мусульманской культуры и не только приходят там татары но татары приглашают родственные мусульманские народы которые погнали на сабантуев тоже элементы своей культуры там начиная от спорта борьбы и заканчивая кулинарией прикладное искусство то есть действительно это все больше и больше становится таким фестивалем не только татарская широком смысле фестивале мусульманской культуры и это хорошо и вот та практика когда на сабантуи просто отрывались там была такая пьянка гулянка это даже стало таким как бы такой сабантуи значит вот давайте на сабантуйчик это было как будто уже даже синоним был какой-то такой отрыва до 80-х годах особенно в начале 90-х сейчас сабантуй уже всегда воспринимается как такой праздник трезвости праздник культуры праздник духовности праздник единения народа такой интернациональный праздник это уже не просто тарапашкистский праздник это праздник фестиваль мусульманской культуры и вот начиная с этого и заканчивая традиционными нашими какими-то там празднования будь то раза байрам турбан байрам или какие-то мероприятия люди далее там наш ура мы видим что когда собираются мусульмане тут всегда много детей это радует всегда смех нет полоса в петях значит это живая мечеть живой храм и когда на мусульманских мероприятиях мы слышим там и какие-то и видим какие-то шалости детские и так далее это хорошо значит это живая религия это умолк и сообщество которого есть будущее ну и здесь чем более мы будем мусульманами тем больше крепче и многочисленные нас будут семьи потому что ну ислам это же не просто какая-то догма это образ жизни это тот стандарт жизненный который заповедовал нам всевышний как создатель своим творением и поэтому соблюдая это безусловно мы выйдем из демографических проблем они у нас просто не будут существовать как сегодня не существует у народа северного кавказа и закавказе средней азии казахстана наших братских соседних народов это очень оптимистично например как показала момент это даже не момент для многих стало таким достаточно длительным периодом коронавирус и осознанием что мы попали к дополненную какую-то такую да вот уже виртуальная реальность дополненная да вот реальность цифровая уже попал эпоха да вот вошла ли в нашу жизнь и и вот как здесь можно строить семьи вообще в целом когда на полгода очень многие были лишены даже элементарно такого живого личного общения о том что в системе образования происходит они не согласен не кажется пандемия наоборот она узнать она очень как бы она показала что есть реальная ценность жизни человек прежде всего степия люди пандемию оказались своих семьи они отошли может как-то наоборот семьи объединились наверно давно вот так вот дети родители 7 7 не были вместе друг с другом и люди поняли самое сложное время перед смертельной угрозы самые близкие самое дорогое что есть это семья это дети это родители наоборот вот это пандемия она как бы оголила вот эти моменты и люди даже привил привела естественным образом нормальное состояние а потом что образование здраво охранник там духовность да вот ну что и форми то что обеспечивает для нас будущее как для человечества в целом в частности и что многие вещи которые на которые мы тратили значительное количество средств времени усилия они на самом деле это не стоит того не можно без них в общем-то обойтись а вот без чего нельзя обойтись нужно образование нужно нормальное здравоохранение этому надо уделять не просто на государственном уровне внимание но человек должен и семья должна уделять этому внимание здоровом образу жизни значит развитию там образованию ну и духовность потому что когда перед угрозой смерти он начинает о будущем о вечностью о творце о том кто он зачем он какая его миссия в этом мире человек становится ближе к всевышнему и пандемия она реально она приблизила людей человечество всевышнему потому что мы просто были в каком-то зомбированном состоянии мы куда-то неслись а сейчас полгода она нас так стряхнула все человечество манок лет это мы поняли что что-то много делами так и вот все-таки приоритеты начинают выстраиваться мы понимаем что так ислам то приоритет это эти как раз устраивал в том порядке которым мы сегодня как бы через угрозу там жизни и смерти пришли все человечество значит это уже доказать того что в общем-то ислам то несет нам истину как божественная религия и есть такое расхожее значит выражение что значит терпящим значит катастрофу самолете и атеистов нету говорит какие-то так сказать безбожие нигилизме по отношению к религии очень таким религиозным и духовным сейчас мало кто спорит что для общества важнее образование чиновничий аппарат или даже обороны какие-то мои военные на это правоохранительные на значит на безопасников можно обойтись а вот без нормальной медицины нормального образования нельзя обойтись многие забыли про какие-то шоу даже какие-то вот эти спортивные создания хотя молодежь ну прям болела фанатела это статус религии возводя там какие-то виды спорта вот особенно футбол при всем моем уважении для многих это просто стало чуть ли не как видео слава богу люди начинают немножко от издать о различные там там все это хорошо это все меру хорошо это нужно для развития для там поддержания так далее но есть основы есть основополагающие вещи нельзя путать обновленные день это некий такой перекресток произошел для человечества которые сейчас уже обозначен такое будем говорить осмысление трансформацию сторону возвращение к своей природе связи человека с природой и соответственно с духом правильно понимаю или все-таки это мечты вот ну как бы мы все-таки в этой точке это реальность наших дней не современность а именно наши дни вот просто мы еще это же вот буквально это вот вот считанные месяцы мы еще не до конца все это осознали не значит как бы ощутили выстрелили у себя да вот эта стройность порядок он придет вот я думаю буквально до конца года в начале следующего очень большие будут структурные изменения вообще если говорить о человечестве в целом пандемия насколько она она заставила по-другому работать не власть имущих во всем мире ближе потому что мы наблюдали там до пандемии сша прям уличные бои там евро увидим в россии ну там и данных снг тоже минус тот же хабаров там тоже и когда уходит страх любой моментчик понимаешь что может умереть там сегодня очень оголяется вот значит таки понимать справедливость человек понимает что вот вот это все временное или какое-то вот искреннее не настоящая но человек уже не хочет с этим считаться мириться он хочет как бы справедливость внятности правды потому что этого хочет его семья поэтому этого хочет общество понимаете хотя нехотя везде начинает подстраиваться и начинает но вынуждена идти навстречу людям потому что когда у людей уходит страх и значит когда люди многим чем не довольны это уже не безопасно для власти это сподвигает ее каким-то действием направлен уже во благо общества а не просто на самосохранение себя как власти и серьезно тектонические изменения идут и пандемия она просто будет мы будем ближайшие два-три года видеть свидетелями просто эпохальных изменений сейчас и пандемия она как бы вот как эта грань пройдя через которую мы попадем в абсолютно другую эпоху и в этой эпохе значение религии значение ислама будет гораздо сильнее и фундаментами чем было до того а если брать вот с учетом вот этих прогнозов повестка генеральная какая будет у европейского мусульманского форма что это за ну как бы формат что это за будет инициатива то есть это какой-то глобальный проект объединяющие какие-то определенные да там сообщества мировые какие именно страны какие там будут тезисы будет ли там отдельно в крыло женское да потому что семья как он как мы понимаем и роль женщины мусульманки в том числе вот интервироваться она будет с другими сообществами и с конфессиями и религиозными традициями вот поподробнее вот этот момент европейский мусульманский форум мы именно позиционируем себя как паневропейская такая организация общая европейская платформа мусульман представляющие и если надо отстаивающие интересы мусульманского сообщества всей Европы это не только европейские сообщества и россии казахстан страны закоптазия турция кипр балканские страны европа от атлантики до урала еще раз повторю на этой территории европейском континенте географическом поживает значит не менее 170 миллионов наших единиц даже если говорить про западную европу на сегодняшний день порядка 10 процентов населения западной европы уже мы можем говорить о том что ну по разным да от 7 до 10 процентов что последние волны миграции и демографические прорывы мусульманских сообществ западной европы привели к тому что сегодня можно ведь что около 10 процентов населения запад западной европы восточной европе там есть страны там как украина польша белоруссия балтия чехословакия венгрия чехия словакия венгрия где мусульман поменьше процентном отношении но есть там та же россия грузия там где мусульмане тоже значительная составляющая и страны казахстан азербайджан и мусульмане составляют там тоже северной кипр где мусульмане составляют значит большинство и то же самое на балканах большинство балканской страны мусульмане это значительная часть населения и и значит косово албания и большинство а в македонии уже по некоторым данным уже половины или даже более половины населения. То есть это уже такая значительная... Ислам в Европе это такое значительное явление, которое все более и более оказывает влияние у Европы локомотива мировой экономики и политики и культурной сферы. Да, там как бы Рим это некий такой духовный центр Европы, но сегодня все понимают, что без Ислама сегодня уже невозможно представить европейское, значит, не европейские реалии, не европейское будущее. Это уже... Это... Значение Ислама будет только возрастать, причем повсеместно в Европе. И это не только какие-то демографические выкладки, там, итоги каких-то миграционных процессов, или ренессанс значит историк, большая часть Балкан, вся Восточная Европа были частью массы государств, таких как Лус-Жучи, Золотая Рода или Османская империя, или, если вспоминать, юг Италии, Сицилию, Сардинию, Корсику, юг Франции и нынешнюю Испанию, и Португалию, это... Испад, Андалусия, то есть огромные такие многовековые плевтящие традиции исламской цивилизации значит, на европейских просторах, и сегодня они возрождаются, причем возрождаются вот прям визуально. Гранада это столица последнего мусульманское государство на Пиренее, в Кусии, государство Насридах, и значит, знаменитая Альгамбра, которая отменена символом испании, вообще испанской культуры, цивилизации, одной из пяти самых посещаемых памятников, достопримечательностей Европы, считается Альгамбра. Вот, и напротив нее находится знаменитый такой район Альбасин по Гранаде, который в свое время был таким, ну это с Москвой проводить аналоги как Кремль или Китай, это Альгамбра и Альбасин. Значит, и сегодня буквально за последние 20 лет Альбасин снова стал мусульманским. Значительное свое счастье. Многие испанцы, даже этнические испанцы, включая этнических басков, колесийцев, каталонцев, принявшие ислам, как они отвернувшиеся в ислам, потому что не считая того, что 100 лет назад были насиленно многие крещены через реконкисту, через угрозы инквизиции, потому что инквизиция это расхожее мнение, что сжигали евреев, но больше они сжигали мусульман, морисков. Поэтому под угрозой вот этих костров вынуждены были во многом принять христианство, сохраняя ислам, но потом с годами, с десятилетиями уже стали христианами. И вот их потомки через буквально 300-400 лет считают, что они не приняли ислам, они вернулись к исламу, и они заселили вот этот район Альбасим. И сегодня часть населения Альбасима это мусульмане. Более того, они возродили мячей, которые помогли построить король Марокко и Мир Шарджа в андалусийском стиле. И сегодня находясь в Ахамбре вы слышите Азан. То есть это буквально на наших глазах история Несанты. Но и у нас в России мы же тоже что далеко ходить. Казань в 80-х. За штатный город РСФСР в детском говорили только внутри там одной единственной мечети действующей Марджани. Или театральных представлений в театре Галиаскара Камала имени Галиаскара Камала или Тимчулина. Там, по-моему, два театра было в это время. Вот. достаточно нечастых там концертов татарской стадии. Все. Ну и в домах на кухнях. На улице татарскую речь вообще не могли услышать. Мечеть, чтобы вам увидеть действующую это только Марджани, старая татарская слобода. Все. Остальные стояли такие, так сказать, полуразрушенные. Там какие-то были конторы во всех этих мечетях. Там где музей. То есть женщину в платках вообще нереально было увидеть. там кто-то там в кюбитейке, ну это на каких-то там сабантуях только люди. То есть это был такой заштатный город там СФСЕ. кто не выдавал славного прошлого как столице казанского ханства и центра российского ислама. вот вот сейчас уже мы слышим Азан возродилась. Пусть не восстановили, но возродили мечеть Кул-Шариф. Да, не стали собор, естественно, на месте который построен был на месте именно мечети Кул-Шариф, Успенский собор. Построили рядом, но ее возродили. Так же через 500 лет как и мечеть в Гранаде историческая справедливость вострахствовала. И сегодня Казань это помимо того, что реально сегодня является третьей столицей по всей культуре и по всем показателям это сегодня третий город России российской операции уступает только Москве и Санкт-Петербургу не уступает ни Сочи ни Екатеринбургу ни Самаре ни Нижнего Города ни по каким показателям сегодня это столица самобытного государственного образования Татарстана. И любой, кто понимает, что он попадает в столицу некого государственного образования мусульманского. Пусть да, уже меньше часть населения, но почти половина это не мусульмане, но мы видим, что это и мусульманский город. В том числе, а может быть в первую очередь даже мусульманский город. В чем уважение к огромному наследию православному, славянскому, который в Казани есть. И Казань этим хороша, сильная и красивая. И славна тем, что вот эти синтез двух культур тюркская, славянская, русская, татарская, мусульманская, православная, вот он делал из нее сегодня вот такую третью столицу России и вот самую северную мусульманскую столицу, которая многие тренды задает уже и мусульманскими, мусульманскими, эти индустрии в мусульманской мире наравне, наверное, с Куалумпуром, Дубаем, значит, Стамбулом и Касабланком. И центров мусульманского мира. Иннополис, ну это же там Казань саммит, когда собираются инвесторы, говорят о развитии халя-индустрии, индустрии исламских финансов. Целые сейчас объединения создаются тоже Международная Ассоциация Исламского Бизнеса, которую углавляет наш старший брат, товарищ член Совета Европейско-Мусульманского Марата Адыкабаев. Наши коллеги из значит Ассоциации предпринимателей мусульман России, которые тоже базируются в Казани. Казань сегодня задает тренды даже уже не только такие общероссийского исламского порядка, а и на весь мусульманский мир. И это радует. Это действительно исламский музей один из первых создан. Сейчас в Петербурге Резван при поддержке Петровского сейчас создают музей исламской культуры и дай Аллах, но первый исламский в России был создан в Казани на территории Казанского Кумля и комплекса мечети Пулшари. Вот поэтому сегодня действительно мы не только видим ренессанс мусульманский где-то за пределами нашей страны, но и про булгары я вообще не говорю. Ну вот здесь нам в комментариях Ольга Павлова пишет а как же Грозный тоже наш Северный Кавказ тоже определенно задают. Здесь мы в общем ремарка такая. Просто нашей уважаемой Ольге надо пояснить, что мы ведем нашу беседу в контексте именно татарских реалий. Конечно, конечно, да. Мы можем сейчас много говорить и о ренессанции ислама в Казахстане. Это просто феноменально. Да, кстати, это феноменально, как они, да, прорывной такой у них. Мы изначально договорились, что мы двигаемся, значит, вот вектор это татары и мусульмане Петербурга, это европейский мусульманский форум мусульмане Европы и татарское наше общество, татаро-башкирское мусульманское сообщество в целом, да, Европа, Россия. Мы как бы на этом сейчас концентрируемся. Да, мы поднимемся на этом. Я благодарю, что вы такую ремарку сделали. Я просто расцветаю, когда это слышу. Здесь такой момент, татарский ислам, татарские мусульмане, все-таки наша роль, если говорить, на федеральном уровне, на международном уровне, вот, она вот в чем здесь, вот, как вы видите? Потому что вы же по меру ездите и замечаете, ну, как бы, различия ментальности, да, вот эти вот характеристики, существует ли вообще понятие татарский ислам? У нас уже, к сожалению, заканчивается беседа буквально минут через пять, и вот такой вопрос важен, но все-таки нечеребезно. Сегодня достаточно листернизирована и нация и это не есть в плане да, да. Энтернизация, понимая, как секуляризация, да, вот, скажем так. Сегодня татарская нация, к сожалению, пока еще в большинстве словом секулярна. А секулярность ведет ну, с одной стороны духовной деградации, с другой стороны к национальной ассимиляции. чем больше мы будем секулярны, тем меньше у нас шансов выжить и меньше, значит, более такое, скажем так, беспреспективное будущее. Чем вернемся к своим корням духовности к исламу, тем больше мы можем и смелее говорить о том, что у татар будет будущее, это будущее будет таким, ну, за которое не будет не стыдно и которым мы действительно не опасно и не обидно будем оставлять своих потомков, детей, никого. Татары много, значит, в 19 веке, начале 20 века сделали в целом для умы только Россия подпределяет роль. Нам бы хотелось, чтобы эту роль тоже, как бы, мы ее постарались вернуть. Что-то получается. Ну, все тренды мусульманские в России, в СНГ, в Европе, ну, если, нельзя говорить, что задают татары, но мы, во всяком случае, участвуем всех этих татары возглавляют или участвуют в руководстве мусульманских сообществ не только Российской Федерации, но и Казахстана, Узбекистана, Кириллития, Индиане в Китае, несмотря на сегодняшнюю ужасную ситуацию, в Азербайджане, в Крыму, если говорить так, в Украине, в Белоруссии, в странах Балтии, в Польше, в Румынии, в Болгарии, в Швеции, в Финляндии, в этих странах везде, как бы, вот, среди мусульманского сообщества, значит, роль и значение татар, она, ну, как минимум, не последняя, ну, во многом бедущая, вот, но, еще раз говорю, нам многому надо научиться и многое надо исправлять, и залог всего это возвращение к сообществам, к исламу, чтобы он уже принял такой системный характер, вот, и тогда и у нашей нации будет будущее, и тогда мы сможем вновь вернуть себя в авангард вот, мировой умы, а в конце 19-го, начале 20-го века мы там находились, сегодня у нас есть для этого шансы вернуться, но мы пока еще не там, вот, если говорить о российском исламе, то я здесь, моя позиция абсолютно, я согласен здесь с позиции, которую высказывал на телевидении мой земляк, это ваш, что я не склонен делить российскую ум на татарскую, кавказскую, там, выходцы в Среднюю Азию, мы единый организм, наша сила, что мы многонациональны, у каждого из наших народов есть свои плюсы, и внося, и объединяя их, мы усиливаем, укрепляем наш ум, делаем ее сильнее, делаем ее красивее, эффективнее, татары, чеченцы, дагестанцы, башкиры, римские татары, там, казахи, народ из Кавказа, азербайджанцев, выходцы в Азию, арабы, турки, кто живет в России, русские мусульмане уже в России. Конечно, да. Если говорить о Петербурге, 700 тысяч мусульман, многонациональная община, татары занимают серьезную роль, вот, но сегодня и те проблемы, которые есть в Петербурге, во многом исходят из тех проблем, которые есть внутри татарского сообщества Петербурга. Мы преодолеваем быстрый конструктив, и все 700 тысяч мусульман Петербурга почувствуют и позитив к лучшему. Эта ответственность татар Петербурга, она очень серьезная. Сегодня мы пока не можем говорить об абсолютном конструктиве, но предпосылки к этому есть. Предпосылки есть, да. Понятно. Ну что ж, у нас все, уже все, сейчас может прекратиться эфир, поэтому такая кульминация практически, она так получилась по драматургии нашего диалога, общения. Благодарю за такое интересное, все пишут, будет ли запись, мы стараемся, чтобы, да, запись была, и чтобы потом на ютуб-канале кто не смог быть с нами здесь в эфире увидел, услышал. Какие, такие, будем говорить, финальные аккорды, да, вот, вы бы хотели сказать нашим подписчикам и всем, кто будет смотреть этот эфир уже в записи, вот, ваше напутствие. Вам за инициативу, спасибо тем, кто вот, несмотря на рабочий день, время, вышли, вот, я вижу, действительно, достаточно много комментариев, но пожелания будут Петербургу, Петербург это второй город Российской Федерации, это пятая по количеству община, шестая вернее община мусульманной Федерации, и, конечно же, бы хотелось, чтобы вот эта община, она развивалась более эффективно, более гармонично, более системно, для этого все предпосылки есть, и во многом это зависит от всех представителей мусульманское сообщество Петербурга, и я, как татарин, прежде всего, призываю своих земляков, понимая, что основная ответственность все-таки лежит пока на них, так как и те моменты, которые есть, исходя из исторических реалий, наши братья, там, дагестанцы, азербайджанцы, таджики, они смотрят на нас, мы должны показать пример, мы должны смочь, значит, решить те вопросы, проблемы, которые есть внутри татарского сообщества, и я убежден, что у мусульманского общества Петербурга, у петербургской умы, очень такое серьезное будущее, и оно неразрывно связано с судьбой самого города, и город от этого только выиграет, потому что изначально Петербург строился как многонациональный конфессиональный город, и татары и мусульмане были с самого начала закладки Петербурга и Петром Великим, и до сих пор в любой сфере деятельности роль мусульман, в том числе и татар, она очевидна, и говорить о том, движать обратно, это просто, ну, или лукавить, или, если просто не быть в курсе и реалии, и истории, поэтому я желаю и мусульманам Петербурга, и мусульманскому сообществу, и татарскому сообществу Петербурга, значит, действительно больше позитива, больше конструктива, больше инициативы, и это послужит благом самому городу, самому Санкт-Петербургу, нашему красавцу, Санкт-Петербургу, северной, культурной столице Российской Федерации, одному из прекраснейших городов Европы. Иншалла, аминь. Благодарим за такое и напыствие, пожелание, будем, да, как говорится, быть на связи, и что от нас зависит от каждого, в частности, да, проявлять активность, созидать, вот, поэтому я благодарю еще раз от нашего портала и от всех зрителей. Ага, алейкум, ассалам, ахатуллахи, баракет, благодарим, благодарим, на связи. Все, завершаем эфир, и как ссылочка будет, мы поделимся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.